Друзья, всем привет! На связи Зенит ТВ и Егор Егоров. Для начала хочу сказать вам огромное спасибо за все те теплые слова, которых вы не пожалели в комментариях под предыдущим влогом. Попробовать себя в новой роли было моей мечтой, и поэтому сегодняшний влог мы на Зенит ТВ решили посвятить мечтам. Мы спросим у игроков Зенита, что им хочется сделать, испытать, попробовать в своей жизни и какие пункты из этого списка желаний уже выполнены. Можно и по футболе, но в идеале, конечно, все, что не относится к спорту. Давай футбольное начнем, что это еще раз выиграть все, что можно у нас сейчас в стране. По возможности, конечно, в сборную попасть и здесь начать как можно больше. Подождите, а? Во-первых, выучить английский язык хорошо, чтобы разговаривать. Я думаю, что самое такое, что хочется попутешествовать, хорошие места посетить, потому что в Милане были, понравилось, и в целом, опять же, здесь даже в Бибаях вообще хорошо. Ну и такие, знаешь, там Париж, вас в Австралию, в Америку сгонять. Я думаю, что дай бог это все получится и будет классно. Ну, Байкал, кстати, хочется сидеть. Байкал, потому что сейчас было дипоказии, горы, вообще класс. И вот я понял, что за границей, за границей, конечно, у нас, в России тоже есть хорошие места. Так что хочется и посетить тоже. Байкал зимой или летом? Блин, и то, и то, и то, и то, и то, я думаю, что... Что ты делаешь для того, чтобы выучить английский? Учусь. Ну, пока, конечно, надо все равно более серьезно к этому вопросу подходить. Вот, так что я надеюсь, что надо заставлять себя, конечно. С учителем, или? Нет, с учителем, да, онлайн, онлайн, с учителем. Как уже сам оценишься? Ну, надо практиковать вот каждый день, потому что сейчас, опять же, во время отпуска, сейчас, во время сборов нет такого, имею в виду, ну, прям, постоянно не занимаюсь. Так что, конечно, все равно надо каждый день подтягивать и подтягивать. Так что, чем больше заниматься, тем лучше, так что, ну, и практика, конечно, лучше всего. Конечная цель, чтобы говорить, ну, как носить или что, понимать? Не, ну, вообще, спокойно, чтобы понимать и говорить. Конечно, может быть, я не так, может, правильно описание, чтобы было, ну, чтобы понимание было различное, и ты мог спокойно выясняться. Лиш, есть ли у тебя в голове, на бумаге или в телефоне, может быть, список дел, которые ты бы хотел в жизни успеть сделать? На долгий срок я не записываю, какие-то ближайшие вещи. Вот. И я тебе могу сказать, что, кстати, это, не знаю как, но это срабатывает. Я об этом и слышал, что, если ты хочешь, чтобы что-то сбылось, нужно записать немножко. Ну, естественно, нужно еще проводять усилия к этому. Попробовал это сделать и не знаю как, но это срабатывает. Что-то с бумажкой нужно при этом делать? Сжигать? Да нет, нет, я просто записал и положил, я еще больше не заглядывал. В принципе, практически все, что я записал, все сбылось. Ну, это такие футбольные моменты. Причем, ситуация была такая, когда ничего не подмечало. То есть, это казалось не то, что нереально, но мне казалось, что это будет тяжело, чтобы это сбылось. Можешь пример какой-нибудь привести, который? Да нет, ну, количество игр я загадал определенное, в которое я хочу сыграть, а получилось даже больше. Причем, в тот момент, почему-то ничего не подмечал. Где ты это прочитал, что так можно делать? Слушай, я давно это слышал, но как-то момент был такой, знаешь, у меня непростой в жизни. И послушал одного человека, очень грамотного, решил попробовать. И получилось. Я еще раз посмотрю, что я не знаю, как это работает. Ну, опять же, нужно прилагать все усилия. Не просто ты там записал что-то, и все. И ты к этому не стремишься, и сам продолжал произойти, и такого не будет. Нужно очень много сил прилагать. Мечты, конечно, есть, которые не сбылись. Но это, прежде всего, мотоспорт. Я начал мотоспортом заниматься в 11 лет. И я был единственный в СССР, кто этим спортом занимался с такого возраста. Раньше это было неприемлемо. Мне пошили форму в клубе трудовые резервы в Питере. Мотоцикл дали, на который с табуретки залезал. И у нас там была площадка, как футбольное поле. Я по ней ездил там кругами по-разному. И вот так постепенно втянулся в эту историю. Но мне удалось этим заниматься всего только до 18 лет. Потом началась проза жизни. Работа фотографом. Надо было кормить себя и потом девушку знойную. И мотоцикл пришлось, мягко выражаясь, забросить. Потому что большие вложения для того, чтобы гонять, надо все время вкладывать деньги. Но у меня их тогда не было. И 40 лет я вообще про свою мечту пламенную внутри забыл. Ну, может, не забыл. В Германии ездил на мотокросс. Смотреть, где-то внутри теплился огонек. И спустя 40 лет я себе решил вернуть в этот прекрасный вид спорта. Появились денежки. Я купил себе самые лучшие мотоциклы в мире. Два мотоцикла. КТМ австрийский. На которых чемпионы мира выступают. И побеждают. И сразу поперла внутренняя такая вот сила. Которая до сих пор мне дает возможность чувствовать себя. Ну, моложе, я не знаю, на 100 лет, на 80, на 50. Но я себя чувствую очень комфортно. И мне по барабану. Я всем говорю, сколько лет? Столько-то. Это вообще смешная история. Кто боится своего возраста, тот, наверное, немножко глуповат. Слава, есть ли у тебя список каких-то дел, каких-то мечт, целей в голове, в телефоне, может быть, на бумаге, которые ты хотел бы в жизни исполнить? Ну, есть, конечно, футбольные, в первую очередь. Как можно дольше играть на более высоком уровне. Это, естественно, такая прям цель. Номер один. Если прям вообще мечты-мечты, то выиграть, наверное, Лигу чемпионов, чемпионат мира, ну, вообще космос. Если из таких, повседневных, может быть, хочется почему-то на сноуборде научиться кататься, потому что сейчас, ну, нельзя, естественно, потому что это травмоопасно, может быть, после завершения игровой карьеры. Почему-то, не знаю, привлекательный сноуборд, серфинг, может быть, тяжело сказать, что еще хочется выполнить. Ну, естественно, хочется большую семью, тоже немаловажно, не знаю, вот, надеюсь, в скором времени это осуществится. А серфинг тоже вам нельзя по причине травмоопасности? Ну, естественно, в контракте все прописано, поэтому этим лучше заниматься после уже игровой карьеры, вот, сейчас об этом тяжело говорить. Ты назвал первым сноуборд, значит ли это, что зимний вид спорта, в принципе, тебя привлекает? Ну, вообще нравится хоккей, в хоккей нравится, иногда на коньках, в отпуске, естественно, можно покататься. Ну, чтобы так прям зимние виды спорта, ну, не знаю, тяжело сказать, но у меня просто Катя, жена, она очень хорошо на сноуборде катается с шести лет, по-моему. Поэтому и меня это завлекает, поэтому, надеюсь, научусь так же кататься. Завидуешь немного, что ей можно было кататься, тебе это нельзя? Да нет, а что завидуешь, у меня свои задачи, планы. Ну, какие-то мечты, не связанные со спортом, что-то выучить, что-то сделать, куда-то отправиться? Слушай, ну, я вот хотел бы язык, конечно, чтобы был английский, я это делаю, но медленно все продвигается. Не нужно, я стараюсь сделать это сам, то есть там, самостоятельно без преподавателя. Конечно, по отношению с тем, какой уровень я имел, то есть вообще никакого. Естественно, улучшения есть, но все равно еще очень тяжело мне удается. Если быстро начинают говорить, я не все понимаю. Как ты учишь? Смотришь фильмы, слушаешь музыку? Нет, я смотрю блог-листы на ютубе, бесплатно-миски. У меня три блокнота. В один блокнот я записываю правила, во второй я записываю устойчивые выражения, а в третий я записываю слова и их перевод. Вот, и после каждого урока там есть проверочная работа. Я что-то заучиваю, повторяю и так двигаюсь постепенно вперед. А почему ты решил без учителя это делать? Слушай, ну, потому что был карантин с коронавирусом, когда мы закрыли в марте. Вот, и я понял, что много времени я трачу на, ну, помимо всех вещей, которые я там делал. Когда сын спит, например, укладываешь его спать, есть он 2-3 часа, например. И я тратил это время на видео какие-то бесполезные. И подумал, что я могу это время посвятить изучению английского. А с учителем, ну, потому что мне хотелось иметь свободный график и делать, заниматься так, когда я этого хочу. Когда-то бывает, я знаю, что могу 5-6 уроков за день пройти, а когда-то вообще там 2-3 дня паузу брать. Наешься, бывает, и вообще ничего не хочется. Но я выучил, я думаю, что... Я сейчас курс должен пройти, и мне осталось там, введем, наверное, 150. Когда я пройду, я, наверное, все-таки возьму учитель, чтобы с ним общаться. Есть какая-то цель конечная? Заговорить, как носить или понимать все, что вы нарядете? Я думаю, что для того, что вы здесь говорите, как вы говорите серьезное, это больше результат, если у меня это не получается. Но улучшить, да, цель изначально была просто улучшить, знаешь, на бытовом уровне, чтобы можно приехать куда-то отдыхать, объяснить спокойно, в отеле что-то. Не быть потерянным, так сказать. Есть ли у вас какие-то ваши желания для жизни? Да, конечно, конечно. Я не знаю, что это возможно, чтобы это сделать. Один из моих желаний, что я хотела сделать, чтобы летать в боевых лет. Я не знаю, как я могу это сделать. Я имею в виду пилота с этим. Но я действительно хочу чувствовать это ощущение. Как у маленького ребенка, я всегда любил играть с аэропланией. Это один из моих желаний. Этот желание пришло из твоего ребенка? Да, всегда. Да, всегда. Да, я не знаю. Я смотрел, знаете, перед «Топ Ган» с Том Крузом и все. И тогда я начинал себя чувствовать, что я хочу попробовать это. Но, несмотря на то, что я не получил возможность. У вас есть какие-то шаги, чтобы сделать это? Нет, нет, нет. Но я видел, что это возможно, что в России это сделать. Так что, я не знаю, чтобы идти куда-то, в Сибирь или... Я не знаю, что в Сибирь или в Сибирь или в Сибирь или в Сибирь. Да, я люблю это. Но я люблю это реальное ощущение. Чтобы чувствовать, как это выглядит, как это то есть. Чтобы увидеть поспекты у пилотов. Я знаю, что ты должен быть в хорошем форме для этого, чтобы прожить это, скажем так. Я думаю, что я в хорошем форме, но я хочу увидеть, что я могу сделать это. Как-то одно время у меня такая мысль в голове появилась, что мне так интересно стало про подъемы в горы. Я посмотрел практически все фильмы, какие можно про горы, только документальные, кино, еще разные. Занялся этим вопросом, смотрел даже сейчас, насколько я знаю, есть туры, даже там организую, чтобы подняться в горы. Это интересно было. Поэтому сейчас, конечно, это занимает достаточно много времени. Сам поход вообще, это подготовка и все. Сейчас, конечно, это невозможно сделать, может быть, когда-то в будущем. Подождите, то есть не просто с рюкзаком на технике, а с кошками? Да, подняться, да. Ну, не настолько экстремально, но есть более туристические маршруты, по которым люди ходят, поднимаются. Поэтому, да, интересно было. И прямо про Эверес, думаешь? Ну, такая самая известная. Конечно, там их, сколько, по-моему, 14, да? Восьмитысячников вообще. Не знаю. Хотелось сказать. Ну, да, есть такой даже как список людей, которые там покорили все 14 таких самых высоких гор в мире. В него, конечно, я не попаду. Но когда-нибудь я бы хотел сходить хотя бы попробовать для себя. Расскажи, пожалуйста, есть ли у тебя набор желаний, которые ты хочешь признать в существе? Есть много каких-то вещей, но одну назову специально для тебя и для вас, уважаемые болельщики и неравнодушные люди. Моя мечта – дочку хочу. Очень сильно мечтаю о дочке. Где-то увидел и очень мне понравилось, прям зашло, что единственная девушка, за которой я буду бегать, та, которая убегает от меня, будет говорить, папа, догони. Поэтому только дочка и все, больше никого. А дальше все секретно. Ну, вот дочка такая, наверное, самая главная такая мечта, о которой я хочу узнать, что такое отец, папа маленькой принцессы. Ты умирал, что хотел бы большую семью? Может быть, даже уже есть план, там, сколько девочек, мальчиков, а сколько детей в целом? Мне почему-то хотелось бы три. Не знаю. А мальчикам или девочкам это без разницы, потому что дети это вообще считают самое главное, что может быть в жизни. Счастье. Поэтому тут без разницы девочка или мальчик. Моя мечта? Моя мечта? Да, конечно. У меня есть только один. Много мальчиков. Я хочу стать лучшим владелем в мире. Это мой мечт. Какие шаги ты уже делаешь? Я купил хорси. Сколько? Сейчас у меня 26. 26? Да. Они не купили кого-то хорси в Иране. Я могу продать их, нет проблем. Я не знаю. И вы хотите поставить название Бразилии? Какие шаги вы хотите иметь? 50. 50? 50. И ваши шаги учатся в соревнованиях? Да. Да. Для соревнования. Они номер один? Два дня назад. У меня номер один. У меня номер один. У меня последний. Конечно. Не все номер один. Чокар Холджан. Но я попробовал все для них. Почему это твой мечт? Потому что я люблю. Это из детства? Конечно. После моего рода они начали с хорси. Твой мечт. И от твоего рода тоже? Мой отец. И что ты мечтал? Попробовать в зенитах? Да. Он из Барселона тоже. Да. Мой мечтал. Мой мечтал. Он мечтал в зенитах? Да. В Катар? Нет. В любом случае. Нет. В английском. Я могу говорить в персиане. В английском. Нет. Придите. Нет. Попробуй в empez. Мое мечтал... Я мечтал в мире, это ruled я Cadбамbble. Конечно. Но это värел. Это жилье. Хорошо. Я� У certain, этоstreamить в мире нет. Мnie спасибо. У меня нужно еще один. Я секрет, два sait. Я не потерял один гол. Я потерял один против один. Я потерял один против морокко. Это живо. Ты хочешь увидеть мою камеру на моем фарме? Я покажу тебе. Это не работает. Интернет здесь не работает. Нет, нет интернет. Нет, нет. Смотри, смотри. Это... Иди сюда. Иди сюда. Это мою камеру. У меня есть ребенка. Смотри на это. Один маленький камер. Да, один маленький камер. Да. Без культурный. И что? Еще одно из, наверное, не знаю, таких крэйзи идей. Не знаю, вот это... Иногда ролики, подборки видео на ютубе есть, когда на лыжах или на сноуборде люди прыгают с вертолета и катятся после клуба снега. Я бы тоже когда-нибудь, конечно, хотел сделать, но это очень опасно. Поэтому я не знаю, удастся ли когда-то это вообще мне или нет, но было бы круто очень. Ну, главная мечта у меня еще есть, ребята. Не все я еще прочувствовал. Расскажите. Дело в том, что моя мать в блокаду поступила матросом на корабль под названием «Зенит». И вот моя сейчас мечта, чтобы все узнать об этом. Я уже начал пробовать, пока ничего не получается. Надо как-то в архивы в эти проникнуть. Я глупый был, не мог как следует расспросить об этом. Ну, молодежь, сами понимаете. Ну, вот теперь хочу просто узнать все это. Узнать про историю корабля? Про историю корабля. Мать там была... Ну, это мне дорого. Вот такая вот мечта сейчас самая ближайшая. Ну, а дальше у меня мечта по окончании работы. Я надеюсь, что я закончу все-таки. И займусь мотоспортом. Ну, хочу показать, что человек... Координацию каждый теряет в свои годы. Я ее хочу потерять как можно позже. Поэтому я погоняю еще на мотиках. Ну, и заодно, может быть, рекорд установлю. Ну, не Гиннеса, а нашего колхоза. А есть, может быть, мечта куда-то отправиться путешествовать? Или освоить музыкальный инструмент, который... Не, ну, так тут бывает, конечно. У меня много всяких идей. Расскажи, какие у них. Я бы на гитаре, конечно, тогда буду учиться играть. Но... Ну, а ты опять же знаешь, что, допустим, видишь что-то, и тебе вот так, ну, ментально спадает это. Ну, проходит какое-то время. Ну, много чего, слушай, много чего есть. Я не знаю. Наверное, когда я закончу с футболом, посвящу какое-то определенное время на восполнение каких-то дыр. Ну, ты когда-нибудь брал руки? Нет, музыкальный брал, конечно. Я тебе больше скажу, в садике, по-моему, в начальной школе там был отбор музыкальный класс, и я, по-моему, не прошел его. Не прошел? Да. Хотя я считаю все-таки, что у меня слух неплохо. А там какие-то задания нужно было делать, и меня отсеяли. Какой-то меч, не футболистический, не спортивный, не спортивный. Какое-то из-за жизни. Оקбор esto, все聞いて у меня еще раз, перед WHI-1, в местной школе, как bleibt, отсоединяются для меня��도 И если у меня 괜찮ать наauso-конечности, то скроется Странное важное оставление за команду, разошло до Мали masкид. Ну, в своего рода я что? Попробуй. Не слишком много. Не слишком много. Можешь. Хорошо. Попробуй. Попробуй. Слушай, ну вот тебе 34. Да. К этому возрасту что сделано из того, что ты бы хотел сделать, если не только про спорт говорить? Слушай, ну сын родился. У меня семья появилась. Хочется пополнения еще, чтобы еще как минимум один ребенок был. Ну в принципе, я думаю, что еще самое интересное будет ждать меня после карьеры. Я надеюсь это. Я еще пока не определился, что это будет. Но более обширное. Ну, мечта была купить себе квартиру свою. Сейчас еще оставшуюся мечта была подарить квартиру родителям. Вот. Сейчас она дайбокс будет за ближайшее время. Да, в основном все с футболом было связано. Как бы все желания, опять же, там, поиграть, например, в лиге, там, опять же, выиграть чемпионов. Все в основном с футболом были. Все такие. Правитетные цели и мечты. Не то, что мечты, а цели такие были все с футболом связаны. Какие-то мечты, которые у тебя были раньше и ты их уже осуществил, не связанные с футболом были? Ну, какие-то по любому цели, естественно, они осуществились. Сейчас не буду говорить, какие конкретно, но, естественно, цели, мечты, допустим, стать профессиональным футболистом все равно в детстве. Ты об этом не особо задумываешься, но потом, как бы, и учителя тоже говорят в школе, ну, ничего не добьешься, там, и так далее, и так далее. И ты думаешь, да нет, почему, и начинаешь думать об этом. А так, ну, сложно сказать, если честно, вот именно какие мечты и цели, потому что их, по сути, каждый день ты ставишь какие-то цели, еще что-то, и бесчисленное количество вообще в жизни и в обычной, и в футбольной, и где бы то ни было. Детство мне подарило много времени для книг, для театра, для музеев, ну, это получилось так, стихийно. И потом из многих книг мне какие-то места притягивали постоянно, где-то всплывали в памяти спустя даже много лет. И я потом заметил большую закономерность. Ребята, все мечтайте, я всегда сбудется, как у меня. Португалия, корсары, великие мореплаватели, я про них читал в запоем, побывал там, где хотел, в самых знаковых городах порта, Лизбуа, Лиссабон по-нашему. Ну, вот, и потом Испания на втором месте, тоже мореплаватели классные, в запоем читал книги. И так получилось, что я приехал, опять же, в самое знаковое место, это Малага. Это место, опять же, пиратов, такая стоянка классическая. В общем, все приключенческие книги, они дали мне какой-то толчок внутренний. Но я потом забыл об этом, что это мои мечты, должны сбыться. Они сбывались сами с собой. С течения обстоятельств прекрасные, в связи связанные с работой. Ездил на соревнования, чемпионаты мира, не только по хоккею, футболу, но и по легкой атлетике. И побывал в таких местах, где, в принципе, ну, не должен, мне не очень нравились. Есть такое место, Будапешт. Я приехал на съемки чемпионата мира по борьбе с самбо. А перед этим теща мне рассказывала, что она в Будапеште, на одной из улиц, у них был бой. То ее доранили. И она все рассказала про эту улицу. Я, приезжая в Будапешт, пошел искать эту улицу. Ну, я нашел ее, иду по ней, никого, народу нет. Дома вокруг посещены до сих пор осколками, пулями. Такое впечатление, что здесь каждый день снимают фильм о войне. И на встречу выходит женщина. Это вообще история такая магическая. Очень старше меня, однако. И она обращается ко мне по-немецки. Но так как я пять лет в Германии жил, еще была память намного лучше, я с ней начал разговаривать на тему. Первое, что она спросила, у вас это связано, вы пришли с войной? Я говорю, да. Ну, и рассказал про тещу. Вот она сказала, что вот я была в тот момент, когда твоя теща вот здесь в военных действиях. Танки ехали, стреляли, вот этот кортеж, вот этот посеченный. Это с танков снарядами. Вот это один из фрагментов. Какого-то, что ты уже думал о том, что ты уже делал? Скайдайвинг. Скайдайвинг? Да. Я прыгнул на аэроплане. Это всегда мой мечт, чтобы чувствовать это, как, падение. И это было хорошо. Это... Где это было? В Крошатии. В Крошатии. Но никогда не снова. Почему? Я не знаю. Знаешь, когда я делал что-то, что это было. Я не хочу повторить это снова. Я был немного страшен. Но, знаешь, просто чувствовать, что это закончилось. И я успел, что это закончилось. Так что это закончилось. Это было много лет назад? Да. Это было 8-9 лет назад. Когда я был немного более рад. Я был немного рад. И потом думаешь, что нужно делать что-то, и ты скажешь, что я живу. Потому что это важно иметь мечты. Конечно! Нужно следить своим мечтам. Даже если это иногда страшно, или иногда не тяжело, ты должен попробовать все. И даже если ты прибегаешься, я думаю, что это право. И если ты не сделаешь это, ты можешь сказать, что в любом случае ты пробовал. И в любом случае ты был мягким. Это самое главное для меня в жизни. Всегда дать 100%. Мне кажется, что у каждого человека должна быть цель такая жизнь. Такая жизнь не нужна. Но опять же, мне кажется, что цели должны, ты знаешь, такие достижимые фонды, чтобы руки отпускались. Степ-бай-степ, как говорится. Вот ты английский. Это что? Да, да. Ну, я говорю, жизнь специальность, мне кажется, такая серая, может быть. Человек должен к чему-то стремиться. Поэтому, когда он отбивается чего-то, это чувство себя на вершине горы, это, наверное, можно сказать. И для этого все. И мотивации для достижения еще более других целей. И для развития самого себя. Ну, это, наверное, и есть одна из целей жизни. То есть, посмотреть что-то, что ты хочешь, делать что-то, что, может быть, ты думаешь, что это невозможно, ты это делаешь, преодолеваешь себя в каких-то моментах. Мне кажется, это будет рост человека. Ну, я считаю, что это должно, как вот, знаете, мечта такая, вроде она неизбыточная, но она где-то брижет-брижет, но ее надо добиться. Ну, когда настанет момент. Ведь многие жизненные моменты наступают только в какое-то время. Не в 20 лет, не в 40, может быть, в 70. Не надо отчаиваться. Дело в том, что все меняется. Люди меняются. Остается только человек, который властен под собой делать какие-то вещи, усилия. И изменять себя. Стараться сделать, чтобы было и другим хорошо, и себе. Ну, а там уже все сбывается.